Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Священного Писания, в частности, Евангелие Атеана на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня снова с вами я, Сладков Андрей Иванович, декан миссионерского факультета Российского православного университета, преподаватель Срединской семинарии. И мы с вами на прошлом занятии рассмотрели 13 главу, и она кончилась тем, что апостол Петр говорит Христу, что, Господи, и я, куда бы ты ни пошел, пойду с тобой, и душу твою готов положить за тебя. Поэтому необходимо рассмотреть концовку снова, как бы с нее начать 13 главы и далее продолжить 14, эти события напомнить, потому как в дальнейшем сказано, Христос говорит и как бы утешает своих учеников, да не смущается сердце ваше, несмотря на то, что он сказал апостолу Петру, что трижды отречешься от меня, он же сразу его утешает. И в 14 главе с 1 стиха он говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте, в доме отца моего обители много, а если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить место. Но что здесь интересно, что свидетель Иоанн Златоуст замечает, почему Христос говорит эти слова, да не смущает сердце ваше, потому как вот свидетель Иоанн Златоуст пишет, цитата, если даже Петр отречется, думали они ученики со страхом, то что же ожидает их, конец цитаты, то есть цитата такая короткая, но очень емкая и понятная, почему Христос обращается словами утешения. Действительно апостол Петр был один из самых таких горячих учеников, он достаточно был преданным Христу, по-моему, многие поступки, он был с апостолом Андреем одним из первых и призван Христом, и здесь они на него взирали, как, конечно, на некий такой авторитет, мы помним, что Евангелие от Матфея, он тоже от лица всех апостолов исповедует в Евангелии от Матфея, 16 глава, когда Христос скажет 18 стих, за кого вы почитаете меня, то он ответит, ты Христос, сын Бога живого, и поэтому он был, ну, для них такой вот своеобразный авторитет, как вот апостол Андрей, как апостол Петр, поэтому они думали, если даже он отречется, то что же нам? И в этом смысле, снова повторю, Господь говорит, да не смущает сердце ваше, только веруйте в Бога и в меня веруйте, в доме моего отца обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Что это за слова и что они означают? Очень интересное истолкование мы находим, например, в толковой Библии Лопухина, он собрал множество отцов церкви, в том числе здесь есть и цитата и блаженного филакта болгарского, вот что пишется на толковании по поводу этих слов, цитата, что Господь говорит здесь о своем воскресении, после которого он снова придет к ученикам, о своем воскресении Господь говорил ученикам и прежде, например, в Евангелии от Матфея, 17 глава, 9 стих, Евангелии от Марка, 9 глава и других местах, но при таком понимании остается непонятным следующее выражение «И возьму вас к себе». После воскресения ученики не были тотчас взяты ко Христу, поэтому правильнее полагать, что Господь здесь говорит не о своем пришествии к ученикам только по воскресении своем, как мы знаем, что Господь являлся по своему воскресению ученикам до своего вознесения, а вообще о том, как продолжается дальше в толковой Библии, что он будет являться ученикам в момент их кончины и брать их души в вечный покой. Поэтому-то и святой Стефан, Стефан первомученик-архидиакон, говорил «Господи Иисусе, прими дух мой», Деяние апостолов, 7,59, и 2 Коринфянам, можно посмотреть эти тексты, 5,8, и 1 Фессалоникийцам, я вот всегда советую держать Священное Писание, мы с вами так договаривались, когда изучаем, всегда интересно просмотреть эти параллельные места. Ну, например, 2 Коринфянам, 5,8, что здесь сказано, следующее, «То мы, сказано, благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». То есть мы видим, что и 1 Фессалоникийцам, например, можно найти эти тексты, 4 глава, 17 стих, сказано следующее, «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». Здесь апостол Павел в послании в Фессалоникийцей церкви так и начинает это повествование, говорит, «Не хочу вас, братья, оставить в неведении об умерших». Он говорит, что мертвые воскреснут, а мы изменимся и потом дальше восхищены с Господом будем. Эти слова, которые здесь сейчас непосредственно Христос говорит своим ученикам, означают именно то, что он будет являться ученикам не только по своему воскресению, но и в момент их кончины и брать их душу в свои вечные обители, о которых он говорит, «Я иду для вас их приготовить». Что еще интересно здесь заметить, что Христос настолько возлюбил этот мир, как сказано в Евангелии от Анна, 3 глава, 16 стих, который мы с вами рассматривали, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И Христос в этом смысле, он обещает за нас быть как бы предтечей, то есть настолько он возлюбил человека, что он сам становится как бы в роли Иоанна Крестителя, который приготовлял для него путь, чтобы он пришел в этот мир, а теперь он идет. Вот это удивительная любовь, неизреченная. Тут даже и сказать-то нечего, как сказано, беспрекословно великое благочестие тайно, то есть и слов не находишь, что Христос сам восходит туда, вы святая святых в преображенном человеческом естестве для того, чтобы проложить нам путь и приготовить для нас царские обители. Об этом, между прочим, говорит, что Христос вошел в небо для нас как предтеча апостол Павел в послании к евреям, когда обращается к иудейскому народу, которые, к сожалению, не приняли Христа, как Мессия, о котором множество говорилось в пророчествах Ветхого Завета. Вот как об этом сказано, это послание к евреям, 6 глава, 20 стих. Мы читаем. «Куда предтечу, то есть Христос, за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященникам навек по чину Милхиседека». То есть за нас он входит предтечу, чтобы приготовить нам эти царские обители. Это он говорит своим ученикам. И мы читаем далее. «А куда я иду, вы не знаете, и путь знаете». Что означают эти слова? Ну, святитель Блаженный, вернее, Феофилак Болгарский пишет по этому поводу следующее. «Куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Цитата. По некоторым кодексам тут стих читается так. «И куда я иду, путь в то место вы знаете». Господь этими словами напоминает ученикам свои прежние речи о пути к небесной славе, который проходит именно стезей страданий. Конец цитаты. Мы читаем дальше. «Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда ты идешь, и как мы можем знать путь. Иисус сказал ему, я есть им путь, и истина, и жизнь. И никто не приходит к акцу, как только через меня». Сегодня очень многие люди, подобно апостолу Фомы, о котором в народе ходит такая пословица, что Фома неверующий. И тут Фома проявляет некое такое сомнение. Хотя прежде он говорил, пойдем, и мы с ним умрем. Теперь он говорит, что, Господи, не знаем путь, которым ты идешь. Но Христос говорит, я есть им путь, истина и жизнь. Сегодня многие люди ищут пути, как выстроить свою жизнь, как идти, где верный путь, где неверный путь. Христос о себе говорит, я есть им путь. Люди сегодня говорят, где истина, где правда, у кого ее найти. Христос говорит, я истина. Люди сегодня задаются себе вопросом, а как жить вообще в этих условиях, в тех ненормальном, можно сказать, темпе жизни, где вообще найти покой в своей жизни. Христос говорит «у меня», «я есть жизнь». Он так и говорил, как мы с вами прежде рассматривали. Он говорит «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим». То есть Христос дает ответ апостолу Фоме и всем, в общем-то, людям, где найти путь, где найти истинную правду и где найти жизнь в полном смысле этого слова. Он говорит «я есть и путь, и истина, и жизнь». И дальше он говорит «не только для этой жизни, но никто, говорит, не приходит к акцу, как только через меня». Это на самом деле призыв всем тем людям, которые говорят о том, что «ну Бог один, и какая разница, как верить, Бог-то один, вот он отец». Нет, Христос говорит «никто не может прийти к акцу, как только через меня». Это призыв и людям, которые уверовали в Мухаммеда. Это призыв и людям, которые верят в единого Бога, что только Бог один и Егова. Это призыв многим людям, которые отвергают Христа, как своего Спасителя и Мессию. Христос здесь четко и ясно говорит. Вот как мы читаем. «Никто не приходит к Отцу, то есть к единому Богу, как только через меня. Невозможно уверовать во Христа только как в пророка. Невозможно уверить во Христа только как в очередного Махатму, который пришел в этот мир великий учитель, как верят некоторые оккультисты. Христос говорит «я и путь, я и истина, я и жизнь». И только человек, который живет Христом, только человек, который идет по стопам Христа, ясен путь. Только человек, который живет жизнью Христа, только человек, который находит истину, и Христос сам из себя говорит «я есть истина» перед Понтием Пилатом, как мы увидим в дальнейшем. Когда он спрашивает, что есть истина, сама истина стоит перед ним. Только тот человек приходит к единому Богу. И, как говорят, Бог один. Да, один, но прийти к Нему можно только через Христа. И мы читаем далее. «Если вы бы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его». И вот Филипп теперь. Филипп сказал ему «Господи, покажи нам Отца, и довольность для нас». Иисус сказал ему «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп, видевший Меня, видел Отца». Как же ты говоришь «покажи нам Отца», Филипп. Апостол Филипп, он часто проявлял сомнения, и в Евангелии мы видим, что когда Господь говорит «вы накормите этих людей», он говорит «им тут и на 200 динариев недостаточно будет». Когда приходят греки, Елина, мы помним, в предыдущих главах, он сам не решает с ними, разговаривает. Сначала идет к апостолу Андрею, потом берет апостола Андрея, и потом подходит ко Христу. То есть, тоже проявляет такую некую нерешительность. И тут он проявляет некое сомнение, но Господь ему говорит утвердительно, он говорит «покажи нам Отца», он говорит «видевший Меня, видел Отца». Как же ты говоришь «покажи нам Отца», разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Здесь опять говорится о единосущности Отцу и о двух ипостасности Бога Отца и Бога Сына. Единосущен Отцу, им же вся выше, как мы читаем и в Симу Львере. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте Мне, что я в Отце и Отец во мне». Мы видим здесь силологизм. Мы уже встречались с этим понятием. То есть, когда утверждается одна и та же мысль. То есть, сначала Христос в 10 стихе говорит, что я в Отце и Отец во мне. В 11-м он говорит, «Верьте Мне, что я в Отце и Отец во мне». То есть, снова повторяются одни и те же слова. Для того, чтобы не было никаких сомнений. То, что он сказал, это не оговорка, это силологизм. Это определенный прием логический, который был известен многим грекам в философской еленской мысли. Христос так и говорит, «Верьте Мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте по самим Моим делам». То есть, как он в дальнейшем скажет, «За что вы хотите Меня обвинить?» Как и Господь в Ветхом Завете говорил в пророке Еремии, «Я еще буду судиться с вами. За что вы хотите обвинить Меня?» Действительно, за что распяли Христа? «Исцелял больных, кормил голодных, воскрешал мертвых». Ни одного недоброго дела в нем не нашли. По зависти, по злому умыслу, по своей греховной природе люди распяли его. Поэтому так Христос говорит, «Отец, если не верите, то судите по делам Моим. Найдите, что есть неправедно в Моем деле». Мы знаем, что ни один человек, какой бы праведный он ни был, он не может быть без греха в полном смысле этого слова. Христос же, как сказано в послании апостола Павла к евреям, «Был подобен нам во всем, кроме греха». Любой человек, живущий на земле, даже святой, не безгрешен. Только Бог един свят, един Господь Иисус Христос, во слава Бога Отца. Аминь. Только он безгрешен. В полном смысле этого слова. Например, преподобный Анкронштадтский, когда он умирал, он говорит, «Я не изжил всех страстей». Да никто из людей не может сказать о себе, что он изжил все мысли, все чувства, пороченные полностью в своей жизни. Поэтому, когда мы говорим о людях святых, то есть преподобном Серафиме, Анникронштадтском, Святой Матроны Московской, это не значит, что они были безгрешными. У них был святой в человеческом понимании, титул, который принадлежит человеку, святость. Это означает, что он был особо избран Богу и для нас является подражанием для того, чтобы соединиться с Христом и подражать ему в жизни святому. Потому как некоторые говорят, «Ну вот Христос, конечно же, он был Бог и Бог-человек, как мы можем достигнуть такой святости?» Действительно не можем. Поэтому нам даются примеры, как говорит апостол Павел, «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть святой человек – это образец для подражания, он был такой же из плоти крови, который поборол в себе какие-то страсти, и жил эти страсти, был избран Богом, и нам он дается так вот. Он тоже был такой же. И по природе был нам такой же человек. И далее мы читаем с вами. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше всех сотворит, потому что я к отцу моему иду». Действительно так. После Дня Пятидесятницы и в истории всей христианской церкви мы видим, что те чудеса, которые творил Христос, они проявлялись в жизни людей, которые подражали Христу в вере Ему. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Мы видим, что здесь говорится «да прославится Отец в Сыне». Несмотря на то, что мы знаем, что Христос рождается от Отца, Дух Святой исходит от Отца, Отец как некое такое единоначальное Духа и Сына, но тем не менее здесь говорится о том, что Отец прославится в Сыне. Что означает эти слова? Не умаляется ли Отец как некий такой начальник? Нет, здесь говорится опять же о единосущности, что и Бог Отец, и Бог Сын, они единосущны. Как и мы вот люди, мы все люди, мы единосущны, но все разные по характеру, по своей внешности, а сущность у нас одна какая? Человеческая. Так и Бог, Отец, Сын и Дух Святой, они единосущны. Но каждый является отдельной личностью, а по природе природа у них одна, какая? Божественная. И далее сказано о том, «Если чего попросите во имя мое, то сделаю, если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет». Здесь говорится о Сашестве Святого Духа в день Пятидесятницы. Но перед этим интереснейшие слова, которые нельзя упустить из виду. 15 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Действительно, единственным признаком любви к Богу является соблюдение святых заповедей. Так пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Единственный признак любви к Богу – это соблюдение его святых заповедей. Мы знаем в своей жизни между людьми, если мы что-то хотим, вот полюбил человек другого человека, скажем, молодой парень полюбил девушку, христианку православную, хочет жениться, она полюбила его, они друг друг друга, готовы сделать все, не готовы пойти, чтобы сделать только друг другу приятно, они там вечерами сидят и расставаться не хотят, то есть готовы исполнить волю другого человека. Поэтому Христос говорит, что если любите меня, действительно будете поступать по воле моей, то есть так, как я хотел бы. И поэтому единственный признак любви к Богу – это восполнение его святых заповедей. И мы читаем далее, как сказано, и здесь Христос утешает дальше апостолов, он говорит им, что вы примете Духа Святаго, да, говорит, но не оставлю вас сиротами. Он так расстается с ними очень аккуратно, чтобы они не впали в уныние. Он говорит, не оставлю вас сиротами, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. То есть здесь говорится о воскресении Христа. В тот день они узнают, что Отец в нем, и они в Отце, когда он будет являться им в дни Пятидесятницы. Но здесь также и говорится о втором пришествии Христа. Те, которые соединятся со Христом, здесь, начиная в церкви, а церковь — это есть не что иное, как Царствие Божие на земле, потому что здесь Христос в таинствах присутствует невидимо. Это таинство крещения, это таинство покаяния, где мы слышим эти слова «не скрышь, что от меня не отойдешь, не исцеленным», когда читает священник разрешительную молитву. Точно так же, когда вы в хористической чаше, мы с вами слышим слова «восставление грехов и в жизнь вечную», поэтому здесь Христос так и говорит. «И вы будете жить, в тот день узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». «Кто имеет заповеди мои» — 21 стих, «и соблюдает их, тот любит меня» — снова подтверждается те слова 15 стиха. «А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим». Удивительные слова, такие призывающие всех людей, кто старается верить в единого Бога, но отрицает Христа. Он говорит, «не любящий меня не может любить Отца». «Не любящий меня не приходит к Отцу». Как мы читали ранее, «только любящий меня способен любить Отца». «Я возлюблю его и явлюсь ему сам». И мы читаем 22 стих, как сказано, Иуда, не Искариот, говорит ему, «Господи, что это Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбил его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Мы видим, что здесь Иуда и Акалев, это не Иуда Искариот, это, как здесь и отмечено, это не Иуда и не брат Господний, а именно другой. Иуда и Иуда Иакалев один из 12 апостолов, потому что, как Иуда брат Господень, он был сводным братом, как мы раньше говорили, то есть, либо это был брат, мы с вами разбирали очень подробно, в 7 главе, либо это был брат его по Иосифу, который был обручник, но он был вдовец, и у него были дети от первого брака. Но более древние отцы говорят, что братом можно было называть и двоюродного брата, даже племянника, и тому подтверждение мы находим в Священном Писании. Например, Авраам Лота, хотя Лот был ему племянником, он называет его братом. Он говорит, брат, да не будет спора между нами и слугами твоими, и слугами моими. То есть, это было в древности допустимо. Братом называли даже дальних родственников. Поэтому здесь говорится о Иуде не Искариоте, как здесь в скобочках и сказано, о брате Иаковлеве, но интереснейшие его слова. Он говорит, Господи, почему ты хочешь нам явить себя, а не миру? То есть, мы видим ожидание всех апостолов, снова повторю, непросвещенных еще Духом Святым. Они хотят, чтобы Христос явил себя именно миру, как властелин этого мира, как президент, как царь. И мы помним их спор, который возник у них между тем, кто будет по правую сторону, кто по левую сторону. Христос там будет говорить о своих страданиях, что им надлежит взять грех мира на себя, а они будут только думать, как взаивать какую-то власть или делить министерский портфель между собой. Поэтому здесь он так и говорит, что Иисус сказал ему в ответ, снова напоминает им о заповедях, о той, о которой мы прочитали, снова мы прослеживаемся силологизм, что кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и отец мой возлюбит его, возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих, слово же, которое вы слышали, не есть мое, но пославшего меня отца. Такое впечатление, что когда мы читаем эти слова, снова и снова Христос все время повторяет апостолам одну и ту же мысль. Я и отец одно, любящий меня любит отца, видевший меня видела отца, кто не соблюдает заповедей моих, тот не любит меня. То есть он как бы старается апостолов приготовить к самому главному событию дню Пятидесятницы, чтобы они могли принять благодать Святого Духа, который просветит им, как потом Христос сказал, что придет Дух Утешитель и напомнит вам все, что я говорил вам. Так мы и читаем в 26 стихе. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, не только напомнит, но здесь он говорит, и научит вас всему, и напомнит вам все, что я говорил вам. То есть Дух Святой, который сошел на апостолов, не будет просто напоминать слова Христа, но он еще будет и учить, как он сегодня учит Церковь свою со времен Дней Пятидесятницы. Вся полнота догматического богословия Церкви была дана именно в День Пятидесятницы. На соборах вселенских истина только утверждалась, потому как природа Церкви, о которой сказано в послании апостола Павла к Тимофею, что Церковь есть столб и утверждение истины. Природа Церкви не протестовать, не сочинять какую-то истину, а именно утверждать ту истину и отсекать всю еретическую неправду, которая проникает в нее, и отсеивать ее от лжи. Именно апостольские соборы, мы как-то говорили, но еще раз повторю, Деяния апостолов, 15 глава, 28 стих, когда речь зашла о том, как принимать язычников в Церковь, то собрался первый апостольский собор, на котором присутствовал, это 51-й год по Рождеству Христову, на котором присутствовал Яков, апостол. И там есть такая формулировка, которой Церковь пользовалась на протяжении всех веков, разрешая тот или иной недоуменный вопрос. Сказано, «Изволися нам и Духу Святому», собрал собор, не возлагает на вас никакого времени, и дальше он дает постановление. Вот это важно помнить, «Изволися не просто нам, а Духу Святому», утвердить ту истину, которая была нам тона, которую мы слышали от Христа, Христос ее слышал у Отца, а Дух Святой научил нас всему тому, напомнил то, что говорил Христос, и научает нас всему тому, как нам руководствоваться, и как действовать дальше в Церковь. Поэтому здесь так и сказано, Дух Святой исходит от Отца, здесь говорится, то есть пошлет Отец во имя, Он научит вас и напомнит. И мы читаем далее. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если вы бы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Что означают эти слова? Что иду к Отцу, и Отец мой более меня. Блаженный Феофилакт Болгарский пишет по этому поводу следующее. Цитата. «Он называл Отца большим в том отношении, что он виновник Сына». То есть в том отношении, что Сын рождается от Отца. Отец говорит «больше», потому что он причиной начала моего, ибо я от Него родился. «А что Отец больше, это не значит, что он и иного существа, ибо и у людей, можно сказать, Отец больше Сына, но не другого существа». Потом пусть скажут еретики, чем Христос отходил к Отцу? Божеством или человечеством? Без сомнения, человечеством. То есть чем разнился? Без сомнения, человечеством разнился от Бога Отца, потому что Христос вычеловечился, но не потерял при этом свою божественную сущность. И далее продолжает. «Ибо как Бог, Он всегда был на небесах и не отделен от Отца». «Ибо как Бог, Он всегда был на небесах и не отделен от Отца своей сущности». Итак, Отец называется большим, Отец называется большим Его, как человека. С большой буквы. Конец цитаты. Такое пояснение, очень емкое и важное для нас. 29 стих. «И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю». То есть, в 30 стихе сказано, «Ибо уже немного говорить мне с вами, ибо идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего». Эти слова снова-снова подтверждают, что Христос был подобен нам во всем, кроме греха. Он здесь наставляет своих учеников и так говорит, «Говорю вам, чтобы вы потом поняли, более уяснили, так и сказано, ибо я сказал вам о том, прежде нежели сбылось». То есть, он говорит им пророчески, что «пошлю и духа утешителя, дабы вы...» Для чего это все делается? «Дабы вы поверили, когда сбудется. И немного мне говорить уже, говорит с вами, идет князь мира сего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю». «Встаньте», — говорит, «пойдем отсюда». Такие удивительные события, которые мы с вами прочитали сегодня, в этой 14-й главе, она действительно полна диалогов, как мы видели, и апостол Фома, и апостол Филипп, и Иуда, и Аковлев, вступают в такое вот общение со Христом, спрашивают у него о будущем, еще пока, как мы и говорили, не просвещенный Духом Святым. И Христос в своем силологизме, можно сказать, в своих словах, в своей здесь логике, он старается подготовить, как и было сказано, своих учеников для принятия Дня Пятидесятницы, просвещения Духом Святым, для того, как сказано будет в дальнейшем, чтобы они могли выполнить то поручение, о котором Христос скажет им, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, Святого Духа, учая их соблюдать все, что я заповедовал вам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова